Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале масса полезного и интересного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют машины в наличии либо вакансии компании, все это смотрите на сайте, ссылки в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора, без преувеличения долгожданный гость на нашем подъемнике. Таких машин у нас еще на канале не было. Этот автомобиль воплощение всего того, что можно сказать о желаемых качествах семейного идеального автомобиля. Здесь и полный привод, и высокий дорожный просвет, и хорошая топливная экономичность, и симпатичная внешность. Изюминки сегодняшнему гостю добавляет тот факт, что это дилерская машина, а не представитель завозных американцев, которых на рынке на данный момент, к сожалению, большинство. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на автомобиль снаружи и внутри, поговорим про технику, осмотрим салон и багажник, пройдемся по дорожному просвету, ну и, конечно, поднимем машину на подъемнике. Встречайте, Subaru Outback 5-е поколение, кузов BS. Outback 5-го поколения выпускался с 2014 по 2021 год. В 2018-м машину обновили, слегка поправив внешность и интерьер. Что касается российских Outback, в гамма-двигателе была представлена двумя агрегатами. 2,5 литра бензин на 175 лошадей и 3,6 литра бензин на 260 лошадиных сил. Коробки передач у этой генерации только вариаторные, а привод только полный. Наш сегодняшний экземпляр 2018-го года выпуска – рестайлинг. Здесь 2,5 литра, 175 лошадей и родной пробег чуть больше 100 тысяч километров. Из поколения в поколение современные автомобили становятся крупнее и крупнее. Outback здесь не исключение. Если сравнивать эту машину с прародителями первой и второй генерацией, то те автомобили прошлых лет смотрятся практически гольф-классом. Длина этого универсала 4,81 м, ширина 1,84 м, высота 1,67 м, а колесная база 2,74 м. При таких габаритах автомобиль довольно маневренный. Радиус разворота всего 5,5 метров. Снаряженная масса в зависимости от комплектации может колебаться от 1600 до 1730 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то у 5-го Outback разброс показаний толщиномера для заводской краски на кузове будет лежать в диапазоне от 80 до 130-135 микрон. Что касается материала, из которого изготовлен кузов, то в данном случае у нас кузовные панели из черного металла не касаются, это только капота. Здесь он алюминиевый. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем по традиции с багажника. В данной комплектации у нас нет электропривода пятой двери, но объем багажного отделения по каталогу 527 литров при сложенных сиденьях 1800. Давайте возьмем рулетку и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Визуально проем багажника этого Outback не кажется слишком огромным, но его ширина 110 сантиметров, а это довольно-таки серьезная цифра. Высота от фальшпола до крыши 76 сантиметров. Ширина в наиболее узкой части 107, а расстояние от спинки заднего сидения до заднего борта 104 сантиметра. Для увеличения объема багажника складывайте сиденье. Здесь это можно сделать, не пачкая брюки о бампер и не вытягиваясь в багажник при помощи ручек. В этом случае вы получите ровную площадку длиной метр восемьдесят семь. То есть чуть-чуть сдвинув вперед передние кресла, вы получаете полноценную двуспальную кровать для людей высокого роста. Ну а максимально длинный груз, который можно протолкнуть здесь между передними креслами и таким образом увезти, это 2 метра 70 сантиметров. Багажник Outback по традиции отделан ворсовым материалом. Очень даже опрятно и аккуратно смотрится. Что касается дополнительных моментов удобства плюшек по багажному отделению, можно отметить пару ниш в боковых панелях. Справа она покрупнее, с левой стороны меньше по высоте. Те самые ручки складывания сидений, а также крючки, на которые удобно повесить пакет, чтобы его содержимое не рассыпалось по всему багажнику. Под фальшполом в данном случае скрывается докатка. Причем докатка довольно солидного размера 215 на 60 R17 и набор штатного инструмента в ней. Ну а теперь переместимся в салон пятого Outback. По сравнению с предыдущим четвертым поколением Outback Legacy BR-BM у этих автомобилей в салоне наконец-то начал использоваться мягкий пластик на передней панели, по крайней мере в ее верхней части. Понятно, что на некоторых позициях компания традиционно сэкономила, чем, впрочем, грешат и прочие автопроизводители. Посадка в автомобиле на самом деле удобная, хотя профиль сидений говорит о том, что эта машина, в принципе, имеет мало отношения к спортивности и скорее проектировалась именно на американский рынок. Боковая поддержка на спинке и подушке сидения присутствует, но она выражена гораздо слабее, чем на некоторых других моделях. Человеку крупных габаритов на таком сидении будет удобно. Что касается посадки за рулем, при моем росте 1,86 м удалось подобрать ее достаточно быстро. Сидение здесь имеет электрическую регулировку, ее диапазон очень большой. Если я максимально сдвигаю назад и вниз водительское сидение, то я могу полностью вытянуть левую ногу, выпрямив ее в колени, натянуть носок и при этом не дотянуться до моторного щита. Так что запас продольной регулировки здесь реально огромный. Рулевая колонка также регулируется по наклону и по вылету. В большом диапазоне она подпружинена, при отпускании стопора не проваливается вниз вам в руки. Руль здесь небольшого диаметра, трехспицевый, весьма удобной эргономичной формы. Подрулевые переключатели на местах пользоваться ими в целом удобно. Приборная панель здесь, кстати, весьма лаконичная, хотя и читаемая. Цветовая палитра подсветки приборов здесь не режет глаз, а цифровка могла бы быть покрупнее, но в целом приемлема. А центральную часть занимает дисплей бортового компьютера. Хотя основные приборы, все четыре, здесь аналоговые. Что касается кнопочек клавиш и т.д. На левой дверной карте стандартный блок управления стеклоподъемниками и зеркалами. Зеркала здесь складываются с кнопки. Тут же центральный замок, а наверху дверной карты память сидений на две позиции. Слева от руля блок клавиш, большая часть из которых в данной комплектации заглушена. Но здесь осталась регулировка яркости подсветки приборов и включение-выключение системы стабилизации. На самом рулевом колесе слева располагаются клавиши управления мультимедийной системой и телефоном, а также клавиши, при помощи которой вы можете осуществлять навигацию по меню бортового компьютера. А справа круиз-контроль и переключатели режимов работы системы C-Drive. Режим интеллектуальный Intelligent, ориентированный на экономию топлива, либо режим Sport, при котором автомобиль держит более высокие обороты, и соответственно речь откликается на педаль газа. В автомобиле бесключевой доступ, запуск осуществляется кнопкой справа от руля, мультимедийная система с большим дисплеем, на нее же выводится картинка с камеры заднего вида, и клавиши здесь сенсорные. В том, что касается управления мультимедиа, обычные поворотные ручки отвечают за громкость и настройку радиостанции. Ниже располагается панель климата. Климат здесь двузонный, автоматический. Управление температурой осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток, внутрь которых вписаны дисплеи с указанием значений температуры, как на рейндж-роверах. Остальное выполнено в виде аналоговых физических кнопок, причем они тактильно различимы и довольно крупные. Наверху клавиши управления подогревами сидений есть также подогрев боковых зеркал, который включается вместе с подогревом заднего стекла. Селектор коробки передач здесь плюс-минус. Привычный это прямая прорезь и курок блокировки. Есть режим ручного переключения передач, вернее имитации передач. В этом случае пользуйтесь подрулевыми лепестками. Также у этого автомобиля есть система контроля скорости на спуске, стояночный тормоз здесь электрический. И слева располагается клавиша включения внедорожного режима работы трансмиссии X-Mode, когда автомобиль меняет настройки работы системы полного привода и имитации блокировок в пользу большей проходимости. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. Внизу центральной консоли у нас есть полочка, куда можно бросить, например, мобильный телефон, где внутри скрываются 12-ти вольтовая розетка USB и AUX выход. Подстаканники по центру, из которых можно извлечь центральную перемычку и таким образом получить отсек для хранения, куда опять же поместится смартфон. В центральном боксе довольно-таки большой объем для хранения, плюс полочка, которую, если она не нужна, можно отсюда и удалить. Основной перчаточный ящик здесь достаточно крупный, и он отделан материалом, напоминающим бархат с тыльной стороны. Кстати, интересный момент. Клавиша калибровки датчиков давления в шинах располагается почему-то в бардачке. По всей видимости, конструкторы решили, что не такая уж это и нужная в повседневности вещь. Наверху есть футляр для очков, а внизу дверной карты, кармашек. Он очень небольшой, а передняя его часть отформована под бутылку с напитком. Что касается обзорности, здесь претензий к данному кузову Outback нет от слова совсем. У этого автомобиля пусть и высокая передняя панель, но при этом нет ощущения, что вы смотрите на мир через амбразуру. Также капот здесь, видимо, это касается и его краев, и в какой-то степени переднего габарита, даже при средней высоте сидения. Линия бокового остекления стандартная. Окна здесь не узкие. Есть фирменная отличительная черта Subaru последних лет. Это дополнительные форточки стеклах передних дверей, боковые зеркала сами по себе крупные. Пользоваться ими удобно. Единственное, что сюда можно было бы добавить, либо систему мониторинга слепой зоны, либо дополнительную зону с преломлением по краю. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего ряда Subaru Outback 5-й генерации места, здесь не просто много, его очень много. Даже при вертикальном положении спинки сидения, а здесь есть регулировка, остается хороший запас пространства над головой. Напоминаю, мой рост 1,86 м. Я сижу сам за собой, и от моих коленей до переднего сидения порядка 6 сантиметров запаса. Есть куда девать ступни внизу. Тоннель на полу, конечно, присутствует, и он довольно высокий. Но три человека здесь разместятся, ведь подушка сидения полностью плоская. Что касается регулировки по наклону, то она довольно удобная, и диапазон ее в целом. Если возникнет необходимость расслабиться во время дальнего путешествия, сделать это тут у вас получится. Также задним пассажирам полагается свой центральный подлокотник. Он большой ширины, и в нем два подстаканника с резинками-фиксаторами. Кроме того, у задних пассажиров есть собственные дефлекторы вентиляции, розетки для зарядки мобильных устройств формата USB, и подогревы сидения. Причем подогревы здесь могут работать в двух режимах мощности. Ну, а если вы везете с собой напиток в бутылке, вы можете поставить его в кармашек предусмотренной. Для этого внизу дверной карты. Что касается двигателей, у этого аутбека, то в базовом линейке был мотор FB25B. Это 2,5-литровый оппозитник, 4 цилиндра, 175 лошадиных сил и 235 ньютон-метров крутящего момента. С таким двигателем аутбек разгоняется до 100 км в час за 10,1 секунды и при этом демонстрирует хорошие показатели топливной экономичности для такого большого автомобиля. Из особенностей конструкции FB25 это алюминиевый блок цилиндров, 4 распредвала по 2 на каждую голову, отсутствие гидрокомпенсаторов, наличие 4 муфт, система AVCS и цепной привод ГРМ. До 2018 года эти моторы шли в серию с распределенным впрыском топлива, после получили систему впрыска непосредственного. Сам по себе этот двигатель весьма неплох, и если за ним ухаживать и не перегревать, спокойно проедет под 250 тысяч километров пробега. По сравнению с двухлитровыми собратьями этой же серии, FB25 в модернизированной версии уже не отличается повышенной склонностью к расходу масла на угар. Возможно, подобное и возникнет, но на пробегах уже более 150 тысяч километров, либо вследствие перегрева, или как вариант подзалегших колец. А вот если пробег на автомобиле приближается к 200, вы практически гарантированно будете обновлять герметик на лобовине. На необходимость этого укажет течь масла по низу. Так же, как и на любом оппозитном моторе от Subaru, крайне желательно при осмотре обратить внимание на то, чтобы у вас не было следов масляных запотеваний или тем более течи по клапанным крышкам, по стыкам головок блока. Ввиду особенностей компоновки этого мотора подобные вещи нужно смотреть снизу. Что касается старшего двигателя 3,6 литра на 260 лошадиных сил и 350 ньютонометров крутящего момента, то этот мотор носит индекс ЕЗ-36. Это алюминиевая оппозитная шестерка. У него также по два распредвала на голову и цепной привод ГРМ, но вот цепей на ЕЗ будет 3 штуки. Соответственно, их замена, в случае, если она уже подошла, будет стоить дороже. С мотором 3,6 аутбек не превращается в спорткар или ракету, но разгон до 100 км в час сокращается до отметки 7,7 секунды. Для семейного универсала этого уже вполне достаточно. Жаль только, что аутбеки с такими моторами на вторичке встречаются редко. ЕЗ-серия в целом также неплоха в плане надежности и ресурс за 300 тысяч километров ей вполне по зубам. Но, как и моторы серии FB, ЕЗ тоже очень не любит, когда его перегревают. Поэтому не забывайте раз в сезон чистить радиаторы. Что касается вариаторной трансмиссии, которая устанавливалась на этом поколении аутбека, то здесь шла коробка TR690. Вариаторная цепная трансмиссия, предназначена для работы с двигателями с большим крутящим моментом. Ресурс подобного вариатора на практике – это около 250 тысяч километров и более, если взять за правило менять в нем рабочую жидкость хотя бы раз в 60-70 тысяч километров. Но стоит обратить внимание, что для 690 вариатора используется специальная жидкость Subaru для трансмиссий, адаптированных к высокому крутящему моменту. А стоит она достаточно дорого. Поэтому, если вы смотрите подобные автомобили, предыдущий владелец поменял жидкость, используя при этом оригинальные расходные материалы, это хороший плюс конкретному автомобилю. По сути дела, основным слабым местом этой трансмиссии от Subaru, как и в случае с пятиступенчатыми классическими автоматами, например, на старых 3-бэках, будут соленоиды в гидроблоке. Впрочем, они ремонтопригодные. И при необходимости на соленоиде просто обновляется обмотка. Совсем не обязательно менять деталь на дорогую новую. Ну а теперь про дорожный просвет. Каталожное значение этого параметра для Outback 5-го поколения – 213 миллиметров. Вооруживаемся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти цифры действительности. Самая низкая точка автомобиля в данном случае под защитой моторного отсека – 21 сантиметр. Край переднего бампера находится от асфальта в 25,5 сантиметрах. До порогов за передним колесом – 25. В задней части – 24,5. Ну а край заднего бампера находится на расстоянии 29 сантиметров от асфальта. Причем выхлопная труба в данном случае полностью в габарите бампера. Так что в плане геометрической проходимости, несмотря на длинную базу, у этого автомобиля – полный порядок. Ну а теперь, что касается ходовой части. Передняя подвеска Outback выполнена по схеме Макферсон. То бишь, здесь самые обычные стойки. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике, но таким образом, что доступ к его креплениям для замены втулок здесь, можно сказать, эталонный. Особенно по сравнению с некоторыми другими автомобилями. Да и шаровую опору здесь вы можете заменить отдельно от рычага. Рулевая рейка на этих машинах уже давно электрическая. Соответственно, никаких проблем с системой ГУР и протечками шлангов здесь уже по определению не будет. Что касается обработки автомобиля антикоррозийными составами, то в данном случае можно констатировать, что машина была, по всей видимости, дополнительно обработана предыдущим собственником. Но заводской антикорр, в том числе в виде шовного герметика, присутствует локально на порогах и, опять же, частично на центральной части днища автомобиля. И пока мы здесь, немного о схеме распределения крутящего момента в вариаторе 690 серии. Эта же коробка устанавливается и на моторы с высоким крутящим моментом, вплоть до таких автомобилей, как, например, Subaru Levorg с мотором 2.0 на 300 лошадей, крутящий момент которого вплотную подбирается к 400 ньютонометрам. Эта трансмиссия демонстрирует распределение крутящего момента в нормальных условиях, преимущественно в сторону задней оси, но обладает широкими возможностями по перекачке крутящего момента между колесами. Задняя подвеска у Subaru Outback, кстати, по конструктиву непростая. Здесь большое количество сайлин-блоков и присутствуют в том числе шаровые соединения. Всего на каждую сторону у этого автомобиля приходится по 4 рычага. Три поперечных, один продольный. Ну а задние амортизаторы и пружины здесь объединены в стойку. Тормоза у автомобиля вкруг дисковый, ручник здесь с электрическим приводом, воздействующий на основной суппорт. Таким мы увидели сегодня Outback 5-й генерации кузов BS машина 2018 года, рестайлинг, пробег 108 тысяч километров, 2,5 литра, 175 лошадиных сил и вариаторная коробка передач. Если у вас был или есть подобный автомобиль, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, было проще сделать выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео в свет, машина все еще будет в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующие дополнительную информацию касаемо цены автомобиля на данный момент времени и прочего, уточняйте по телефону, он будет указан в описании. На нем есть WhatsApp, так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч в эфире. Пока!